Мир вам, братья и сестры! Тема о Духе Святом. Мы, наверное, о Духе Святом вспоминаем только на Троицу. И вот тогда и псалмы, и все поем, и потом праздник уходит, и эта тема уходит. Мы вспоминаем об Иисусе Христе почти на каждом собрании. Мы вспоминаем о Боге Отце и о Его действиях. О Духе Святом мы мало вспоминаем. Если кто-то заговорил об этом, то некоторые даже задают вопрос, а ты с какого вероучения? То есть как-то она стала, эта тема, странна вот для нас. А это Бог, мы у Троицу верим или не верим? Мы верим в Бог Отец, Сын и Дух Святой. И сегодня на земле практически для человечества все, что решается там на Небесном Совете, три единого Бога, Дух Святой в нашей жизни реализовывает. Также Христа мы в глаза сейчас физически не видим. Верою молимся, общаемся с Богом, к Богу Отцу обращаемся через жертву Иисуса Христа. А вот действие Духа Святого, все, что совершается в нашей духовной жизни сегодня, это посредством Духа Святого. И это каждый день. А мы так мало обращаем на это внимание. Поэтому тема, которая досталась мне, это тема о Духе Святом. Это Божественная Личность, Отец, Сын и Дух Святой. Правда, мы вспоминаем в каждой молитве, пресвитер, когда здесь заканчивает служение. Помните молитву? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь к Богу Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Вот это общение Духа Святого на наших собраниях, мы в этом так нуждаемся, чтобы оно было, чтобы оно происходило. Это общение Духа Святого. Дух Святой. Некоторые не признают. Троицу не признают, естественно, и Духа Святого как Бога. Они считают, что это сила, что это какая-то божественная энергия, которая действует на людей, но как Бог, как одна из божественных ипостасей, они не признают. Но мы, верующие люди, и согласны с Державином, который когда-то написал, помните, о ты пространством бесконечной, живой движения вещества, течением времени предвечной, без лиц в трех лицах божества, Дух всюду сущий и единый, кому нет места и нет причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Бог, Дух Святой является личностью. Ну, личностью что можно? Кого мы называем личностью? Человек-личность, да? У личности есть разум, у личности есть чувство, у личности есть воля. Вот это запомним. Когда мы начинаем рассуждать о Духе Святом, как о личности, местописание есть. Первая Коринфянам, вторая глава, десятый стих, написано, Дух все проницает и глубины Божьи. И Дух знает, какая мысль у Духа написана Римлянам 8,27, изученными от Духа Святого. То есть мы видим, что Дух Святой – это личность, которая имеет разум. И Он свою волю излагает на страницах Священного Писания. Он не только разум имеет, Он имеет чувство, как личность. И верующие люди, они могут и оскорбить Духа Святого. Написано Ефесянам 4,30, «Не оскорбляйте Святого, Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Если это просто сила какая-то или какая-то энергия, то она оскорбиться не может и огорчиться не может. А это только личность, божественная личность. И что его оскорбляет? Духа Святого, может, дальше этого коснемся, но мы говорим сейчас как о личности, что личность обладает также волей. Личность, она обладает также волей, воля Духа Святого. Написано, что 1 Коринфянам 12, глава с 11 стиха, он раздает дары Духа Святого как ему угодно. Вот смотрит на нас, и мы все разные, два одинаковых нет в собрании, два листочка нет на дереве одинаковых, сколько их росло, и людей двоих нет одинаковых, и раздает дары как ему угодно в церкви, согласно воле его, то есть у него есть воля у Духа Святого. Апостолы когда-то решали на Первом Иерусалимском соборе, то они, помните, записали резолюцию своего решения, там решали, что же нам делать с язычниками, и написали, что угодно было Духу Святому и нам не возлагать на язычников иного бремени, только чтобы они воздерживались от удавлены, блуда и крови, и не делали того другому, чего себе не желают. Это было угодно Духу Святому, и это было написано в решении Первого Собора. То есть есть воля Божия, есть воля Духа Святого. Когда читаем деяния, вообще книга «Деяния», кто-то говорил, что это деяние не апостолов, а деяние Духа Святого. Павел пишет, говорит, «Впрочем, не я сделал, это благодать Божия, которая во мне». А как это благодать Божия? Она Духом, даже любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. И благодать Божественная, она действует нас Духом Святым, посредством Духа Святого. И написано, что Дух Святой не допустил, апостол Павел, планировал быть в Асии, в Вифинии, в Миссии посетить. Написано, не были допущены Духом. И вот Дух Святой во сне является, действует на Павла, является муж-магедонянин, который говорит, «Приди к нам и помоги». И тогда он понял, вот куда надо идти. Есть водительство Духа Святого. Да и вообще, вот мы как-то тоже мало об этом говорим. Мы все дети Божьи, правда? Вот в собрании собираемся. Все верующие, все дети Божьи. А Писание, знаете, как говорит, восьмая глава римлянам? «Ибо все водимые Духом Божьим суть, то есть на самом деле дети Божьи. Я могу называться кем угодно. А на самом деле являются те, которые водимы Духом Божьим». Писание много нам говорит и о верующих людях, кто чем водим и кто кем водим. Есть люди водимые разными похотями, чем угодно. А вот водимые Духом Божьим на самом деле дети Божьи. И Дух Святой, он имеет вот это водительство, то есть воля Духа Святого. Это мы с вами открываем личность Духа Святого. Но это не просто личность. Это божественная ипостась, Бог Дух Святой. Он есть Бог, истинный Бог. И об этом Библия говорит. Об этом говорят его имена. Дух Святой он назывался и в Ветхом Завете, и Духом Божьим, и в Новом Завете, и Дух Христов есть. И 16 раз в Новом Завете нам открывается вот эта божественная Троица, и там Дух Святой. Первое послание к Арифинам, 6, 11, он назван Духом Бога нашего. В Деянии, 16, 7, Духом Иисуса. Ну, и сам Христос сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Вот это «другого» в греческом слове звучит как «алон» означает «другой», но такого же рода, как «я», Христос говорит, сущности такой же. Поэтому и Иисус Христос есть Бог, и тот утешитель, о котором Он говорит, Он тоже является Богом. И Дух Святой, Он имеет божественные атрибуты или качества Божьи, свойства вот эти божественные, божественной личности, они присущи только Богу. всеведение Божие, вездесущность, всемогущество. И Дух Божий участвовал во всем творении, когда мы читаем книгу Иова, 138-й Псалом читаем, 103-й Псалом, Исайя, 40-я глава, нам открывает, как Духа Святого, как Бога вездесущего, всемогущего, всеведущего. Он проникает и в все глубины, и все тайны, они известны. Он есть истинно, Он есть любовь и податель жизни. Это Дух Святой и действует как Бог. Мы знаем, что непорочное зачатие Иисуса Христа было посредством Духа Святого. Духом Святым вдохновлено написание Слова Божия. Его писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, говорит Петр. И Дух Святой участвует в творении мира. Написано, Дух Божий наткнулся над водою. В Новом Завете нам также открывается Дух Святой, который участвует в деле спасения рода человеческого. Я не буду долго останавливаться на действии Духа Святого в ветхозаветнее время. Там Дух Святой не сходил, помните? Не сходил на пророков, сошел на Саула даже Дух Святой и отошел. Помните, на Самсоне тоже был Дух Божий. Там чаще он назывался Духом Божьим. А потом случилось такое, что и Самсон не знал, что Господь отступил от Него. И когда мы читаем проповедь Стефана, помните? И там он говорил историю, в начале проповеди он говорит такой исторический обзор израильского народа, а потом обращается к этим евреям и говорит, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. что Дух Святой является Богом, нам также подтверждает история Ананию с Сапфирой, помните? Когда Анания с Сапфирой решили обмануть Петра, оказалось, что не Петра они обманули, продали дом, половину спрятали, может быть, больше, половину принесли к апостолам, говорит, вот мы продали за такую цену, но Дух Святой, Он дает откровение, Он живет в апостолах, Он в детях Божьих живет, и вы знаете, апостол Петр имел это ведение, развлечение духов, и он имел это водительство Божие, он смотрит на них, ему никто не говорил, он смотрит, что они лгут, обманывают, он говорит, Анания, то, что ты имел, не у твоей или власти находилось, кому ты солгал, зачем ты допустил сатане мысли солгать Духу Святому, вы солгали, потом он и Сапфире скажет, не людям, а Богу, Дух Святой есть истинный Бог, поэтому будем особенно внимательны, братья и сестры, мы иногда привыкаем к лжи, и кажется, оно проходит так у нас гладко, но бывает ложь, плохо ложь, когда она в бытовых каких-то вещах там жизненных, это плохо, но когда ложь в Церкви Божьей, сказать это плохо, это ничего не сказать, это ужасно, сейчас не падают мертвым, как Анания и Сапфира, правда? Но человек может всю жизнь прожить верующим вот так и оказаться в конце жизни просто у преддверии ада, потому что солгал не служителю там, а Богу солгал, потому что это Церковь Божия, это невеста Христова, Дух Святой есть истинный Бог, будем помнить об этом, и пред Ним, пред Его лицом, пред Ним ничто не сокрыто, мы уже говорили о том, что Писание писалось будучи людьми, которые движены Духом Святым, вот чем движены мы в нашей жизни, описали Его святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым, но вот так, как со дня Пятидесятницы, мы видим уже другое действие, Дух Святой действовал как-то на земле и до Ветхом Завете, но почему-то Христос говорит, я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя, как Созидатель Церкви Дух Святой открывает нас нам в день Пятидесятницы, сошествие, это было первое крещение Духом Святым, мы коснемся крещения Духом Святым также, об этом сказал первый Иоанн Креститель, а потом сам Иисус Христос сказал об этом дне крещения Духом Святым, когда было в день Пятидесятницы, Иоанн Креститель сказал, помните, говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идет за мною сильнейший меня, который будет крестить вас как Духом Святым и огнем, Он указывает на Христа идущего за Нем, за Ним, Он предсказал это, первое крещение Духом Святым. В день Пятидесятницы нам открывается Дух Святой, без которого, ну, никакой духовной жизни не может быть на земле у человека, у христианина. она начинается, действие Духа Святого, с чего начинается на человека, помните? Он пришед, обличит мир, обличает человека, живет человек, живет, все нормально вроде, гладко, но наступает момент, то ли попадает его в руки вот эта Библия, то ли услышал он слово и проповедь и покоя не находит от своих грехов, вы переживали это в жизни своей, когда ты не знаешь куда деться, когда грех на тебя давит просто, и ты понимаешь, что ты грешник негодный, и кто к этому сознанию однажды не приходил, тот еще не познал Бога. Одного тоже человека спросили, в церковь ходит, жениться надумал на сестре с нашей, с соседней там церкви. Ну и брат пресвитер позвал его, он говорит, ты верующий? Верующий, все. Говорит, слушай, а ты когда-нибудь осознавал себя погибшим грешником? Говорит, что вы меня так оскорбляете? Чужой человек, он еще ни Духа Святого, ни Христа, никого не познал, он себя грешником погибшим не познал. И если мы этого не познали и не увидели, мы еще первого действия Духа Святого никогда не пережили на себе. Апостол Павел, помните, когда ему открылся Савлу, как он себе такой, говорит, я изверх, я один из грешников, из которых я первый, он свое состояние видит греховное, открывается вот свое падшее, погибшее греховное состояние. Вот что делает Дух Святой? Обличение, это, ну, как прожектором осветили тебя, или зеркало мне поставили, вот это обличение. Я сейчас вот стою перед вами, я не знаю, у меня чистое лицо или нет, да? А когда зеркальце поднесете и поставите, тогда я начинаю видеть себя, кто я и какой я. Так как Бог нас через Слово Свое обличает человеком, это первое действие, которое совершает Господь, над человеком, это Дух, Господь, Дух Святой, это обличает человека. А уже как человек поведет себя, когда-то Дух Святой Феликса обличил через Павла, помните? Правитель был. Неудобно ему стало. Мы начинаем неудобно себя чувствовать, когда нас обличают. Нам это нехорошо, вот этому ветхому человеку это нехорошо. Но без этого обличающего действия никакого христианства у нас не получится. Есть история, Виктор Гюго, французский такой писатель, книгу «Отверженные», может быть, многие читали. Там рассказывается повествование об одном, был такой Жан Вальжан, который на каторге сидел за преступлением, потом сбежал, и его нигде не принимали. И вот ему сказали, никто тебе не примет, только в священника в доме. В доме его приняли у священника, и он ночь там ночевал, пока ночь ночевал, мысль грешная пришла обокрасть этого священника, он забрал там серебряные вилки, ложки, посуду, и ушел. И через забор перепрыгнул, а там его жандармы поймали. Наутро они привели его к священнику с этими предметами, говорит, пастор, вот он вас обокрал. А пастор говорит, да не, говорит, он не обокрал. Говорит, ты еще забыл подсвечник взять на столе серебряный и отдает ему. Говорит, вы будьте свободны жандармам. Отдает ему. Он не поймет, что это такое. Он ждал, что его опять туда на каторгу. А он ему еще подсвечник отдал и отпустил. Он приходит на базар, где это надо реализовать, на базаре. А натура вот эта грешная остается. Какой-то мальчик уронил монетку. Монетка покатилась. Он раз в ногой встал на эту монету. Мальчик, дядя, отдай эту монету. Это моя. Он говорит, пошел отсюда. Мальчик этот испугался его грозного вида и убежал. Он взял эту монету и вот тут как будто она огнем прожигает ему руку. Какой же ты негодяй. Тебе только простил священник все, что ты украл еще. Подсвечник дал тебе, а ты мальчика этого обидел, забрал у него эту монету. И она жжет огнем его. Вот она обличение Духа Святого, когда нам приходит, то вот это действие, оно жжет огнем. он стал бегать по базару искать этого мальчика, его нигде нету. Он не находит покой, не знает, что с этой монетой делать. Потом вышел уже, искал, искал, не нашел, на площадь встал на колени и напротив дома этого священника Богу взмолился в покаянии. Потом жизнь его изменилась. Решет обличит. Это неудобно для нас действие Духа Святого. Нам это не нравится. Но он может обличать через близких, родных, через Слово Божие. Он уже знает, как нас обличить. А человек, который отвергает обличение, вы притчах почитайте, кому он подобен, такой человек. И вы знаете, Дух Святой не просто обличил человека, ну и все, вот ты негодный, и что мне теперь делать? У тебя ничего не получится в жизни. Нет. Бог всегда, Дух Святой всегда указывает выход. Он обличает меня, открывает меня, мое грешное сердце, и направляет ко Христу. Он детоводитель ко Христу. Не просто закон написано детоводитель. Он ведет, не разумея, что благость Божия влечет тебя, ведет тебя к покаянию, человек дорогой. И это действие Духа Святого. Если вы никогда не испытывали вот это, как Дух Святой ведет вас, есть сила, которая побуждает, говорит, иди покайся, грешник как же ты. Слово звучит для тебя, другие каются, выходят, а ты что святее. Ну, что-то мы растаптываем внутри. Бывает, человек все это живое растаптывает обличение, как тот Феликс, который сказал, говорит, иди, когда найду время, я позову тебя. Но время может не найтись. Для Феликса оно не нашлось. Дух Святой ведет к покаянию. И даже когда мы приходим, вот сюда склоняемся, написано, мы-то и не знаем, как молиться, да? Он написано, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда мы стоим и не знаем, что произнести и как произнести, он ходатайствует за нас. Дух Святой. Без Духа Святого мы ничего не можем делать доброго здесь на земле, братья и сестры. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот этот лепет несвязный Отец Небесный принимает как жертву, как благоухание. Это действие Духа Святого на нас. Радость спасения дает. Я не знаю, вы это переживали, я это пережил после того, как покаялся. Пережил, как будто тебя сбросили, ты идешь с облегченным сердцем, то вот мешок на тебе лежал, а то ты сбросил этот мешок и идешь со свободным сердцем. Счастье, у какое счастье быть свободным от греха и зла, кровью святой, омытым, чистым прославлять Христа. Это Дух Святой совершает, радость спасения дает, возрождает нас к новой жизни. Если кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. Библия так говорит, будь ты добрый какой угодно, но если ты не родился от воды и духа, вода в данном случае это Слово Божие, а Дух Святой, который совершает нас вот эту работу, который обличает, к покаянию ведет, а мы идем навстречу, принимаем это, слушаемся, он совершает эту работу обновления и возрождения от Духа Святого. Много примеров в Евангелии мы находим таких, которые это пережили. Тот же блудный сын, в свое время он говорил, отец, раздели нам имение, а пришло время, говорит, отец, я недостоин. Это Дух Святой сокрушает сердце. Поэтому ему не протився немедли принять, ведь может Дух Божий навек замолчать. Я знаю таких людей, которых замолчал. Бог говорил, говорил ему, говорил, он не принимал, написано не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми человеками. И Дух Святой замолчал. Годы, десятилетия проходят, а Бог знает все, а сердце закрыто, мертво. И покаяться не может. Поэтому дорожите, дорожите, когда Дух Святой сокрушает сердца ваши. Цените эти моменты, не бойтесь плакать, не бойтесь падать на колени перед ним, не стыдитесь. В этом наше спасение, в этом наше оправдание. Это действие Духа Святого в жизни нашей. Это божественная личность, она утешает нас. Он Дух Утешитель назван. Он знает, Господь знал, что много скорбей будет на земле, и Он утешает нас своим утешением. Я думаю, и это вы переживали через слово, через проповедь, или просто через молитву и размышления приходит вот этот мир божественный в сердце. Дорожите этим так же. Он наставит вас на всякую истину. Я уже говорил о том, что Вадим и Духом Божьим суть Сыны Божьей. Он наставник. И когда мы не знаем, как поступить, будем искать этого водительства. Он наставит нас, Он нам подскажет, Он укажет, Он будет руководить нами, жизнью нашей. И все это совершается Духом Святым, данным нам. Любовь Божия излилась в сердца наши, вот в разрожденное сердце. То Он ненавидел, мстил, а теперь Он прощает и любит врагов своих. Вот что изливается Любовь Божия посредством Духа Святого в наши сердца, нас с вами. Это то, что совершает Господь. Что, на что хотел еще обратить внимание, когда мы говорим о крещении Духом Святым, это важная, может быть, тема большая и важная тема, крещение Духом Святым. Первый сказал Иоанн Креститель, потом говорил об этом сам Иисус Христос об этом дне предсказывал, говорил, тот день узнаете, что я в Отце и Отец во мне и я у вас. Это 14 глава Иоанна. Об этом дне предсказывал, что такое крещение Духом Святым. Вы знаете, люди сейчас выдают заразное, вот ты переживешь такое, это значит крещение Духом Святым. Ну, а где этому подтверждение в Слове Божьем? Где мы находим это в Писании? Что такое, что на самом деле означает крещение Духом Святым? Крещение означает это погружение. Вот крещаемые принимают крещение? Это кто-то кого-то куда-то погружает, да? Когда мы говорим о крещении Духом Святым, там тоже кто-то кого-то куда-то во что-то погружает. Ну, крещаемый это, наверное, человек, правда? А кто крестит Духом Святым? Иоанн Креститель сказал, что это будет совершать Христос. Он крестит Духом Святым. Написано, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Не в Дух Святой, а Духом Святым. А во что же Он крестит? Когда мы читаем послание апостола Павла Коринфянам в 12-й главе, там написано, что совершает Дух Святой верующего человека. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Слышите, братья, еще? А что такое одно тело? Кто такое тело? Помните, молодежь, крещение принимали. Ну, кто помнит, кто такое тело Христово? Церковь Его. Мы все составляем Его тело Христово. И Он Духом Святым. Что делает человек? Написано, у первоапостольской церкви, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Иными словами, сказать, Господь же ежедневно крестил Духом Святым тело Его. А тело Его церковь. А тело где? Во Христе. А кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Как-то мне спрашивает один человек пожилой, до баптистов. А как же с духовным крещением? Я говорю, а как же? Да без духовного крещения мы не имеем ни прощения грехов, ни жизни вечной, ни оправдания, ни спасения, ничего. Странно может быть звучит. Почитайте послание Ефесянам и послание Колоссянам. Кто во Христе, тот новая тварь. Когда разрожденный человек переживает возрождение, грешник, через покаяние, и Господь совершает это возрождение, что получается с ним? Он во Христе оказывается. И помните, Христос говорил в 15 главе Иоанна, «Прибудьте во мне». Быть во Христе это значит и быть крещенным Духом Святым. Невозможно быть во Христе и не крещенным. Как мы там оказались? Вот я пришел сюда, в это помещение оказался. А как я в церкви оказался? Господь меня приложил спасаемую, когда я покаялся, спасаемую в церковь Христову Господь меня приложил и сделал меня членом тела Его. Вот что совершает Господь. В нем мы имеем искупление грехов, прощение грехов, оправдание, жизнь вечная, она только во Христе Иисусе. Она не там. На что это похоже? Это как нам сухими быть, когда дождь кругом льет? Надо зайти в это помещение. Точно так гнев Божий пребывает на грешников. Мы поверили, нам дверь открыли, спасение, мы вошли в эту дверь. Христос говорит, я дверь овцам. Вошли в эту дверь и здесь вот мы оправданы. Если выйдем, там гнев Божий на нас изливается. Весь мир лежит во зле. А во Христе мы можем здесь находиться, иметь оправдание и все, искупление. Это и есть крещение Духом Святым. Кто во Христе тот новый отварь. Древнее прошло, теперь все новое. Но крещеному Духом Святым надо еще Духом Святым исполняться. Правда? А как это исполняться? Вот бывают люди молятся до иступления какого-то или еще чего-то. Братья и сестры, просто исполняться. Написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Апостол пишет, как это? «Поя и воспеваю в сердцах ваших Господа». Как еще исполняться Духом Святым? Христос сказал, слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Так? Слово Христово да вселяется у вас обильно, я ребятам говорю постоянно, со всякой премудростью. Если оно вселяется в разум и в сердце мое, я исполняю Духом Святым, потому что в этом слове Дух заложен, Дух и жизнь заложена, в этих словах простых, когда я заучиваю их наизусть, когда я рассуждаю об этом, когда я стараюсь применять это в жизни своей, вот тут я исполняюсь Духом Святым. Господь во мне действует, и воля Господня исполняется в жизни моей. Вот что Господь дает нам. Но бывает человек и грешит против Духа Святого. Написано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Печать на нас поставлена, что мы Господу принадлежит, братья и сестры. И мы можем оскорблять чем? Греховными поступками. Мы христиане, дети Божьи, когда начинаем делать грех, мы огорчаем и оскорбляем Духа Святого. написано «Духа не угошайте». А можем угошать. Когда нас Дух Святой побуждает каким-то действием, чему-то доброму, хорошему, или вдохновляет чему-то, а мы заглушаем этот голос Духа Святого, мы угошаем его. Духа не угошайте. И есть страшный грех против Духа Святого. Сейчас тут задавали на вопросы и ответы хула на Духа Святого. И это есть. Кто может похулить, как это похулить Духа Святого? Есть такое. Помните, Христос это сказал однажды, когда Он исцелил одного бесноватого, а фарисеи не могут найти, как подкопаться, как перед народом, чтобы Христа опустить, авторитет Его как-то. Он изгоняет силу Ивельзевула, князя Бесовского. А Христос посмотрел на них, я так перефразирую, и говорит, вы прекрасно знаете, чьей силой я изгоняю, потому что царство разделившееся само в себе, и однако говорите, что я изгоняю силою князя Бесовского. Почему они знали, что он силой Божьей изгоняет? Никодимов, вспомните, братья и сестры, вспомните Никодим, пришел ночью и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Такие чудеса, которые ты творил, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Так он сказал, он был член Синедриона, он не сказал от себя, он говорит, мы знаем, о Христе на каждом совете рассуждали, и они пришли к выводу, что это человек, пришедший от Бога. Но вот с нами он не ходит, на нас не обращают внимания, он с нами не хочет, не имеет никакого общения, почему-то. вот вся эта нищета и отверженные люди вокруг него собираются. Им нечего было больше сказать, как сказать, что он силой Вильзевула изгоняет. И вот тут-то он им и сказал, что вы-то знаете, какой я силой, однако говорите, что я силою князя Бесовского. Все простится, говорит, но Хулана Духа Святого не простится ни в всем веке, ни в будущем. Я буду заканчивать, а Духе Святом можно много еще говорить. Надо, чтобы верующие Духом пламенели. Христос однажды сказал, огонь пришел и неизвест на землю, и как бы я горел, чтобы он хотел, чтобы он уже возгорелся. Мы мало говорим о Духе Святом, мы мало рассуждаем о нем. А что это за огонь? Это когда Дух Святой нас наполняет. Когда мы имеем это водительство, когда мы себя подчиняем, Он дает Духа Святого повинующимся Ему, так написано. Вот через что еще исполняемся Духом Святым. Когда мы повинуемся Ему, заповеди Его соблюдаем, в конце концов, соблюдающие заповеди в Царство Божие войдут. Но настанет день, когда сказано взят будет из среды удерживающий теперь. Удерживающий антихриста. Антихрист готов уже открыться. Много антихристов пришло. Иоанн пишет, помните, появилось. Но еще не открылся, потому что мы знаем, кто ему не пускает его открыться. Вполне. Потому что есть удерживающий. Я не могу его удержать, и вы не сможете. Но есть сила божественная, в которую мы верим. Есть Дух Святой на земле, который спасает грешников и созидает церковь свою, в которой есть толпы утверждения истины. Вот тут-то он эту границу не может перешагнуть. Эта сила божественная удерживает его. А когда Дух Святой с Церковью возьмется на земле, скорбь великая придет на эту землю, братья и сестры. Поэтому будем дорожить этим временем благоприятным, будем дорожить Духом Святым, не будем его угошать, не будем им пренебрегать, чтобы не подвергнуться нам осуждению. Пусть общение Духа Святого будет в наших домах, в наших сердцах, в Церкви Божией, чтобы Духу Святому был простор в наших собраниях, чтобы Ему не тесно здесь было, чтобы Он мог действовать, а это от нас зависит. Или мы ограничиваем своей жизнью, своими поступками, действия Божьи как-то, или Духу Святому простор. Бог наш вчера и сегодня и вовеки тот же. Великие пробуждения бывали, когда Дух Святой посылал покаяние, сокрушение сердец. Грешники каялись. Был такой великий проповедник Эвен Робертс, которому всего было 26 лет. молодежь, слышите? И вот там в Уэльсе 153 тысячи покаялись за короткое время. Было такое действие Божие, когда люди просто в грехах не могли жить. Их жег этот огонь. Они к Богу бежали, каялись. А мы может попривыкли к греху. Сидим спокойно. Нас мало уже тревожит проповедников тут, как их только не стояло за кафедрой. А мы живем, и нам вроде неплохо, а другие еще хуже поступают, им ничего. И себя оправдываем этим. Я же перед Богом не скажу, Господи, он скажет, Сергей, что ты так жил? А я не скажу ему, да вот там брат был в церкви, он еще хуже жил. Каждый задаст за себя отчет Богу, в каком ты отношении к Духу Святому, брат и сестра. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Аминь. Аминь! Продолжение следует...